Все, запускается, и можно в принципе начинать. Устроимся в субботний праздник. Ваня на разодлине. Как всегда. Друзья! Сегодня в конец число. Господи да Иисусе. Шестое. Шестое седьмое девятнадцатого года. Прекрасное событие. Справа впереди Владислав Бондаренко. Это вот такой вот красавчик-везунчик и просто крутой парень, который победитель нашего классного душевного исторического конкурса. На ноутбучик делал он там в сторонке. Вот, Влад, ты у нас... Давай еще разочек поздоровимся с тобой. Ты у нас приехал с Воронежа. Да. Я недавно приехал в Воронеж работать и участвовал в конкурсе. И приехал сегодня. Расскажи просто для небольшой истории, с чего все началось? Как ты про конкурс-то узнал? Ну, изначально я тебе писал еще давно, когда хотел... Не считал, сюда поближе, а от двери, да. Я писал про свой ноутбук Samsung. Ага. И спросил у тебя, сколько примерно можно за него выручить, чтобы можно было как-то обновить, купить себе новый. Вот, об этом... После этого я узнал о вашей мастерской. Собственно, мне понравился формат. У вас очень классно. То есть вы там снимаете ролики, все интересно, очень круто делаете. И такого в Белгороде формата я больше не видел. Вот. И периодически заглядывал, смотрел видосы, новости и так далее. После зашел, увидел, что конкурс проводится. Думал, почему бы не поучаствовать. И решил оставить комментарий. Ну, и дальше... И ты решил оставить комментарий на полное А4? Ну, не только комментарий. Сначала был просто комментарий оставить. Да-да-да. Условие было изначально одно, потом их немножко... Да, искренне. Окей. Я оставил искренний комментарий, как посчитал нужным. Дальше конкурс изменился, условия конкурса. Я узнал о том, что ребята едут на Байкал. Уже проехали более половины пути, по-моему, они тогда проехали. Да-да. Они там около 4 тысяч километров уже наворачивали. И мне реально стало интересно, потому что сам в прошлом турист. Очень обожаю природу. И такие люди, которые делают такие, можно даже не стесняться говорить, как подвиги. Это реально круто, реально вдохновляет. И проехать 6 тысяч километров на велике просто к месту, куда ты хотел попасть, я не знаю, долгое время. Это мечта. Это мечта была в Крыму. Это реально круто, потому что сам о некоторых вещах мечтал, воплощал в жизнь. Это очень крутые эмоции. И ребятам попросту завидовал. Но делает это хорошая часть. Обалдеть. Если бы условия конкурса были просто по факту поддерживать ребят максимально искренне, максимально как душе хочется. И Влад, мы с Ваньком сели, думаем, ну надо подводить итоги. Сели с Ваньком за ноутбук, начали просматривать. Ванек, ну чуть ли не первым сказал, да, там парень, Влад Бондаренко, он больше всего, так сказать. Поскольку я практически их не просматривал. То есть действительно было максимально важно, что ребята чувствуют, потому что они ездили, они прочитывали. И это было направлено конкретно на них. Ну и Влад, если вы пройдете, просмотрите, конечно, отличился по максимуму. И у нас вот в такой прекрасный субботный день. Наверное, давайте красиво все-таки вручим этот аппарат еще ему. Ванька, иди сюда. Закрой его сначала. Давай, закрой. Да, да, да. А потом нам сажают. Да, да. Я расскажу про него, а ты вручишь, Ванька. В общем, ноутбучик Dell тоже была действительно крутая история. Он нам приехал от поставщика из Москвы. Приехал, ты наверняка смотрел, да? Он приехал у нас с бедой, с петелькой, ну то есть такой немножко многострадальный аппарат. Мы несколько роликов его аккуратненько восстанавливали, придавали ему немножко чувств и привели его в более чем адекватное состояние. Напомню, этот Dell у нас на Core 7 процессоре 4 поколения. 750 GeForce, 8 оперативки, новенькая SSD на 240 гигабайт. Которую еще все убирали. Еще и Full HD-шный экран. И в итоге у нас получился вот такой вот красавчик. Он еще в металле, по-моему, даже с последней клавиатуры. С отличным звуком. Ванька даже говорит с отличным звуком. Конечно, вещь немножко потрепанная жизнью, но тем не менее, она еще и больше становится, знаешь, такой вот какой-то особенной душевной. Ближе к сердцу. Влад, передаю человеку, который проехал 6000 на велике. Пусть он тебе его вручит. От тебя огромный респект, что ты, знаешь, поддерживал и часто. Это было действительно очень круто и приятно. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Это было очень классно читать. И ты по праву его засунил. Спасибо большое. За зарядку надо заплатить. Зарядка, что же тебе кучу. Первый комментарий оставлял. Я оставлял, что колено преклонно. Могу принять за редактор от Бога. А еще титуловать меня счастливый подписчик Хэпи Пи Си. А кто колено преклонять должен? Я, я, я. Давай, давай, давай. Именем мастерской Хэпи Пи Си. Подожди, до погоны надо что-то. Давай, давай. А, тоже так. Не, я ему наклеить не пил. А, да, вот. Хэпи Пи Си. Перевожу тебя в разряд счастливчиков и просто отличных людей. Ты теперь рыцарь, рыцарь этой мастерской. Я тебе вешаю парочку вагонов. Вот так вот, красиво. Ты официально... Подожди, еще не официально. Надо же... Да. Оп. И... Все. Влад, я тебя поздравляю еще раз, комментарий. Я, как сказать, тебе большой респект и уважение. Спасибо, что поддерживал. И вот так искренне и по-доброму. Это, знаешь, всегда приятно. Кажется, ноутбуки это всего лишь просто вещь. А вот действительно, что остается... Они работают, ломаются. Это все ерунда символическая. А люди хорошие, они остаются, они есть, они развиваются. Поэтому тебе максимальных успехов. На этом мы не закончим. Конечно же, чтобы... Сегодня суббота, прекрасный день. Человек приехал с Воронежа. Кстати, да, что ты там привез? А я-то не с пустыми руками. Я думал, что вам привезти. У вас всегда в видео кто-то приходит. Вы там спрашиваете, кто мороженку вам не делится. Это еще что-нибудь? Да, да, да. В общем, здесь воронежские конфеты. Это в Народежской кондитерской фабрике. У моей, да? Нет. Пока. Человек, да, пока не моей. Вот поэтому шоколаду до счастья. Вот счастливая мастерская конфеты тоже. Счастливая эндорфинчик у нас. У нас целый пакет воронежских конфет. Мы их сейчас все их попробуем. У нас чаек и, конечно же, турник тоже. От наших белгородских кулинаров. Мы их сейчас кайфанем. Ну, на этом, я думаю, небольшой... Это финальный, такой приятный штрих. Точка, запятая, кому как нравится. Вот на этой маленькой истории с этим ноутбучком. Теперь он будет служить у Владика. Бей, ломай, пусть он... Ну, я и к тому, что пусть он тебе служит. Да, по максимуму, я надеюсь. Если какие-то вопросы, отправляем его обратно в Белгород из Воронежа. Вот, ну что, еще дайте руку подмой. Давайте жрать торт, друзья. Спасибо вообще абсолютно всем тем, кто как-либо проявлял участие, поддерживал. Это очень ценно. Там ставил лайки и тому подобные вещи. Многие участвовали. Понятно, что ноутбук у нас один. Между прочим, еще классные девчушечки заберут у нас магнитик с Байкала и Днепру. Да? Вот. Но это они сделают чуть попозже. Ну, а мы сегодня будем наслаждаться прекрасным днем и хорошей компанией. Все, спасибо все, что были с нами в этом маленьком, коротком, конечно, чаепитии, мы вас раздражать уже не будем. Влад, чудеса случаются, люди действительно выигрывают, поэтому просто делайте все с душой, искренне у вас все получится, все будет круто. Красота. Ну и завершаем, влепи в камеру свою пятишечку.